МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! После продолжительного перерыва в эфире вновь программа «Актуальное интервью» и я, ее ведущий, Максим Мельников. Начало января богато на праздники. Мы уже отметили Новый и Старый год, Рождество, а уже в эти выходные нам предстоит встретить еще и Крещение Господне. По традиции в этот день православные верующие посещают водоемы для обряда очищения. А задача местных властей – сделать такие массовые омовения безопасными. О том, где и как можно будет окунуться в прорубь в Крещенскую ночь, спросим у Игоря Куркина, начальника отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск. Игорь Петрович, здравствуйте! Добрый вечер, Максим! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Как я уже сказал в самом начале, в субботу будет большой православный праздник. Каким образом администрация городского округа готовится к этому событию? К этому событию мы начали подготовку еще в прошлом году, если так можно выразиться. Было издано распоряжение органов местного самоуправления от 16 декабря 2016 года, номер 559. Оно размещено на официальном сайте администрации муниципального образования. И называется оно «О мерах по обеспечению безопасности населения нашего муниципального образования в период празднования православного праздника Крещения Господня в 2017 году». В соответствии с данным распоряжением определены соответствующие задачи, цели всем силовым структурам. По обеспечению общественного порядка, по обеспечению безопасности, по подготовке мест массового проведения обряда Крещения Господня у водоемов. Соответственно, в качестве рекомендации даны, изложены мероприятия по подготовке самих мест проведения обряда Крещения Господня. Даны рекомендации по мерам безопасности при проведении непосредственно обряда в водоеме. А какие структуры будут задействованы? Понятно, что наверняка это полиция. Кто еще? Администрация. Администрация, соответственно, наши структуры безопасности. Полиция, как вы правильно сказали, Максим, будут задействованы пожарно-спасательный гарнизон. Красногорский пожарно-спасательный гарнизон. Будут задействованы территориальные силы и средства государственного казенного учреждения МОСУБУЛПОСПАС. Будут задействованы медики, наверное. Соответственно, медицина, безусловно. Будут оказывать содействие нам военнослужащие, то есть воинские части, подразделения, которые дислоцируются у нас на территории муниципального образования. Ну и наши все коммунальные службы, которые готовят места для проведения этих мероприятий. Вот как раз о местах. Где вот уже в эти выходные люди смогут окунуться в прорубь? Сколько таких мест на территории района? В соответствии с распоряжением эти места определены в трех, скажем так, традиционно сложившихся местах. Вот это плотина на реке Банька сейчас там готовится, проводятся работы по обустройству купели. Вот храм Святой Елизаветы в этом микрорайоне Апалиха, город Красногорск. И на территории подворья патриарха Московского и всей Руси храм Дмитрия Солунского в селе Дмитровское. Вот три места, в которых проводятся сейчас мероприятия по подготовке к проведению обряда Крещения Господня. А что представляет собой подготовка? Вот как должны быть вырублены вот эти проруби или иордани, как их еще называют? Есть какие-то к ним требования? Безусловно. Есть методические рекомендации, в первую очередь, разработанные Главным управлением МЧС России по Московской области. Рекомендации в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. Вот согласно всех этих требований мы и осуществляем те работы по оборудованию мест проведения обряда Крещения. Ну то есть это, наверное, удобный подход? Безусловно. Значит, вот в приложении, в одном из приложений к настоящему распоряжению, о котором я выше говорил, как раз изложены рекомендации для тех людей, которые еще и на своих частных территориях осуществляют подготовку мест для проведения обряда Крещения. У нас такое место можно привести в качестве примера, это Москов Кантри Клаб. Они традиционно на своей территории, у них есть водоем, тоже оборудуют это место, обеспечивают безопасность за счет своих сил и средств. Имеется в виду и охраны, и медицины, и спасательных подразделений. То есть вот как раз рекомендации и говорят о том, что как устраивать это место, на каком расстоянии от берега целесообразно это делать, каким должен быть берег, он, безусловно, должен быть пологим, чтобы люди могли спокойно выходить и заходить к купели, подходить к купели, что глубина этой купели не должна превышать более метр-метр двадцать. Это максимальная глубина воды, которая может быть в купели. Желательно, или не то, что желательно, а требование таковое, чтобы дно, естественно, оборудованного майна было деревянным, то есть были ограждения слева-справа, естественно, на водоемах, у которых наименьшее течение, потому что там, где наименьшее течение, там толщина льда достаточно большая, то есть и лед крепкий. Поэтому, в принципе, в этих рекомендациях изложены все необходимые требования, которые должны быть в обязательном порядке, соблюдены всеми устроителями мест проведения обряда крещения Господня. Хорошо. А требования к тем, кто придет купаться в Иордании, есть ли к ним? Потому что, ну, все-таки зима прохладная, и многие люди, что называется, приходят с горячительными напитками. Это будет допускаться? Ну, мы сами прекрасно понимаем, что, во-первых, речи о горячительных напитках можно говорить только в виде чая. Вот. Потому что, во-первых, это православный праздник, да, и, как бы, приходить в таком состоянии, которое позволяет, ну, быть расхолаженным и вести себя не очень правильно, и относиться к этому, скажем так, событию тоже не совсем будет правильно со стороны православного верующего человека, чтобы, значит, посещать данное место, будем говорить, да, святое место, вот, в таком состоянии. Поэтому, значит, здесь и силы общественной безопасности нашей, и, значит, силы полиции, естественно, будут отслеживать эти вопросы, чтобы у нас таких людей на этой территории не было. И на самом деле это нецелесообразно посещать после принятия горячительных напитков данные места. Вот. А что касается рекомендаций, как купаться, кому купаться, ну, здесь, прежде всего, больше касается, конечно, состояния здоровья человека. И без, ну, моя рекомендация личная и рекомендация наших медицинских всех специалистов, без рекомендации врача лучше, конечно, не рисковать. Да. Потому что, во-первых, купаться с людям, у которых есть какие-то хронические заболевания, обострение этих хронических заболеваний, ну, это на самом деле противопоказано и может быть как-то негативно отразиться на их дальнейшем состоянии здоровья. Значит, естественно, врачи не рекомендуют купать маленьких детей, потому что переохлаждение ребенка может привести тоже к очень нехорошим последствиям. Это может быть и пневмония, и гайморит, и все, что угодно, поэтому, как бы, нецелесообразно. Дети, которые постарше, значит, они, естественно, должны принимать этот обряд, могут принимать этот обряд только вместе с родителями. Вот. Конечно же, спасатели будут стоять на всех местах оборудованных и непосредственно у самой майны, у самой купели, где будет проводиться обряд. Но, тем не менее, рис всегда должен быть обравдан. Поэтому дети купаются, заходят в воду с родителями. Больше того, надо сказать о том, что сам процесс, то есть нахождение в воде не рекомендуется находиться более минуты, вот, для того, чтобы не переохладиться. Перед входом в воду, естественно, в воду надо заходить постепенно, не прыгая в воду, как бы, потому что будет ощутима разница температуры. Опять же, это может сказаться и на сердечно-сосудистой системе человека, и на ряде других, как бы, вопросов, связанных именно с физиологией организма человека. Ну, и, наверное, если мы уж заговорили о каких-то правилах подготовки к этому, то наверняка нужно взять какие-то сухие вещи, тёплые вещи с собой, не скользкую обувь. Безусловно, то есть вход, подход к самой купели, это не скользкая обувь, вот, это перед входом в воду растереться, немножко размяться, скажем так, да, лёгкую зарядку сделать, чтобы стимулировать кровообращение. После выхода можно растереться сухим полотенцем до входа в воду, вот, тщательно, и после выхода из воды, естественно, тоже сразу укутаться в тёплые, как бы, и вещи, и в тёплые полотенца, халаты, то есть то, что люди, как бы, принесут с собой и должны принести с собой, чтобы исключить обморожение. Ну, на всякий случай, будут ли какие-то пункты обогрева работать? Безусловно, безусловно, что на каждом, в каждом месте, где оборудуются у нас купели, разворачиваются палатки, места, то есть для обогрева людей, для их переодевания, соответственно. Вот, это будут две палатки, одна мужская, одна женская, вот, ну и горячий чай, безусловно, как бы, нам, он необходим, поэтому на всех местах проведения вот этого мероприятия будет горячий чай. Тем людям, которые не любят, скажем так, массовые купания, да, а может быть, больше предпочитают какие-то одиночные, да, вот такие сеансы, к ним каким-то образом будет приковано внимание, ну, на всякий случай, да, что называется, то есть будут ли контролироваться какие-то водоемы во избежание, допустим, несчастных случаев, если вдруг люди захотят, что называется, самовольно пойти искупаться? Ну, о самовольных купаниях, конечно, в первую очередь надо знать, поэтому, если люди собрались самовольно где-то искупаться, то лучше всего информировать об этом соответствующие службы, во всяком случае. Ну, и в одиночку лучше, конечно, этого людей. Не делать, потому что это может закончиться просто чревато для человека. Всегда в водоеме должен быть как минимум вдвоем, чтобы кто-то находился на берегу и мог оказать какую-то доврачебную хотя бы помощь или помощь непрофессионального спасателя, я бы так сказал. Понятно. Ну, и последний у меня вопрос по поводу таких вот массовых купаний. Как долго будут дежурить спасатели, да, то есть на протяжении какого времени и, естественно, как долго будет длиться вот данный обряд? Ну, вот я сегодня буквально уточнял о благочине нашего, да, как это все будет происходить на территории особенно вот храмов и на реке Банька. Значит, там, где есть храмы, значит, там будет служба начинаться. Ну, в одном храме будет в 8.30 утра 18-го числа, в другом храме там где-то на 15 минут сдвижка будет в 8.45-9 часов. После этого проводится литургия, где-то в районе 10-11 часов идет освящение воды, и после этого, как говорят, значит, служители наши, говорят о том, что можно уже и набирать в храмах воду, соответственно, и принимать обряд крещения в водоеме. Значит, что касается реки Банька, то этот вопрос будет проведен с 22-х часов вечера 18-го числа и до 2-х часов 19-го числа. На протяжении всего 19-го числа также там будет у нас на территории храмов будут соответствующие проведены службы, и в течение 19-го числа до 22-х часов при храмах, там, где водоемы оборудованы, при храмах, там будут, соответственно, дежурить необходимые службы все, в том числе и спасатели, и, соответственно, медики, и там будет народ, как бы наше население может осуществить обряд в течение дня 19-го числа. То есть время есть, и не обязательно там в одно время приходить всем, то есть можно растянуть в течение дня. Игорь Петрович, спасибо большое за такую полезную, интересную информацию. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы говорили о крещении, а точнее об обряде купания в крещенскую ночи, как выяснилось, не только ночью, но и целый день. Говорили мы об этом с Игорем Петровичем Куркиным, начальником отдела гражданской обороны, предупреждение о ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск. Для вас сегодня в студии работал Максим Емельников. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин